итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас среда 13 февраля и давайте с вами посмотрим на график пары евро доллар и поговорим о дальнейшем направлении видим что вчера дивергенция на которую обращал внимание в районе поддержки 1260 1265 себя полностью отработала были образованы у нас хорошие покупки европейской валюты и прорыв нескольких уровней сопротивления привел к более крупной высадящей коррекции сейчас пара торгуется в диапазоне 1320 1350 это два ключевых уровня на которые сегодня следует обращать внимание в случае снижения формирования ложного пробоя в районе поддержки 1320 а сюда видим подтягивается и средняя граница индикатора боллинжера можно посмотреть покупки в этом диапазоне 1320 1315 с целью продолжения восходящей коррекции основной целью будет прорыв закрепления выше диапазона 1350 что открывает нам прямую дорогу на максимум 1386 и 1432 где можно продавать европейскую валюту сразу на отскок при формировании ложного пробоя если мы пойдем сразу первой половине дня на уровень сопротивления 1350 можно посмотреть короткие позиции коррекции будет диапазон 1315 1320 но главной целью будет поддержка в области 1290 откуда можно сегодня покупать евро сразу на отскок вчера во второй половине дня у нас выступал председатель фрс жиром паул ничего в принципе нового не сказал заявил о том что поступающие данные по экономике находится в хорошей форме и в целом налогово-бюджетная политика по своим возможностям превосходит пока денежно-кредитную политику выступил у нас также вчера и президент сша дональд трамп а все мы помним что завтра у нас начинаются переговоры с китайскими представителями представителями по торговому соглашению трамп уверен в том что соглашение будет достигнута и не придется не вводить никаких мер с первого марта также речь велась о китайской границей с мексикой на который он все еще хочет построить стену но и основной момент был связан с соглашением о финансировании безопасности границ которую трамп сказал изучит и на первый взгляд который ему не очень понравилось но при основка правительства работа правительства больше не планируется об этом он также вчера заявил что в целом вселяет оптимизм в небольшой рост американского доллара в ближайшем будущем что касается британского фунта то здесь мы видим также после формирования дивергенции вернулись на середину канала именно на уровень 28 84 пока торговля будет вестись выше этого диапазона скорее всего спрос на британский фунт будет сохраняться мы вчера в очередной раз попросила парламент продлить возможностей переговоров дать возможность переговоров дальнейших с которые направлены на достижение нового соглашения по brexit но пока утвердительно ответа никого получено не было и в целом срок выхода великобритании здесь приближается что будет сохранять давление на британский фунт поэтому формирование ложного пробоя сегодня в верхней границе 29 32 будет сигналом продажам основной целью медведей является возврат по середину канала 28 84 что придет к распродаже на 28 37 и дальше мы пойдем вниз на 27 82 и 27 28 но еще раз обращаемся 84 можно пока мы выше 28 84 можно смотреть покупки нужно пробоя с целью обновления максимума 29 32 и с дальнейшим выходом где позвонился в силе не 29 92 где можно продавать на британский фон сразу на отскок